Здравствуйте, я Антонио Сентено, основатель канала Real Men Real Style. Сегодня мы поговорим о правилах создания зрительного контакта. Если вы подпишетесь на наш канал, то будете в курсе всех новых видео. Кроме того, если вам понравилось это видео, вы нашли его полезным, я буду признателен, если вы поставите лайк под ним. И последнее, но не менее важное, если вы хотите узнать больше о мужском стиле, скачайте нашу бесплатную электронную книгу. Зрительный контакт, как он работает, даже почему это важно. Хорошо, зрительный контакт – очень мощный инструмент. Прямой зрительный контакт, особенно в Северной Америке, показывает интерес, помогает создать доверие, а также посылает во многих случаях сексуальные сигналы. Вы обратили внимание, что я говорил и не смотрел на вас? Если вы смотрите мои видео, обычно почти во всех видео я смотрю прямо в камеру, потому что я понимаю, насколько это важно. Так скажите мне, когда кто-то, несмотря на вас, что-то говорит, вы будете ему сильно доверять. Вы чувствуете, что они заинтересованы, что они действительно уделяют внимание тому, что вы сказали. Или когда кто-то не отрывает от вас взгляда, особенно если девушка смотрит на мужчину, или мужчины, мы в особенности, если она нам интересна, мы будем смотреть на девушку. Что ж, взгляд передает больше сигналов, чем романтический интерес. Когда дело доходит до этого, то зрительный контакт важен. Но он также интересен, потому что зависит от культурных особенностей, или сообщения, которые вы хотите передать. На всей Земле существует множество культур. Например, избегание зрительного контакта с кем-то, кто находится в высоком статусе или авторитете, показывает уважение. Так у вас есть дети, которые растут, и они не стремятся создать зрительный контакт со взрослыми. Что ж, я буду говорить о Соединенных Штатах, что мне ближе. Я вырос в Техасе, и думаю, что значение зрительного контакта мало отличается в США. К тому же, все это вы слышите от американца, выросшего в Техасе, прошедшего армию, и думаю, что я совершаю гораздо больше зрительного контакта, чем большинство. Когда я пошел в школу бизнеса в университете Техаса, много моих друзей были со всего мира, из Китая, Японии, Индии, Бразилии, и они разными способами выражали себя и по-разному передавали то, что они думают во время разговора. Мне кажется, что многим моим друзьям из Китая и Японии очень трудно смотреть на людей, когда они разговаривают, особенно если они были в группе или разговаривали с профессором. И это не показывает, что они были слабыми. Это просто культурные особенности. Поэтому вы должны быть очень осведомлены о том, в каком мире мы живем, когда начинаете взаимодействовать с людьми. В США бытует выражение «Глаза – окно в душу». Я не знаю, насколько это правда, потому что вы слышали о серийных убийцах и людях, которые абсолютно сумасшедшие, и могут смотреть вам в лицо с невероятно искренним взглядом. Я дам вам несколько правил, относящихся к Северной Америке, в основном в деловой сфере, но они также применимы в жизни. Итак, если вы будете с кем-то разговаривать в США, зрительный контакт очень важен. Вам нужно от двух до четырех секунд, когда начинаете разговор. Если вы встречаетесь с группой людей, вам нужно уделить внимание каждому поровну, чтобы не было такого. Кому-то восемь секунд, другому полсекунды, третьему три. Постарайтесь сделать так, даже если вам неудобно. Это не означает, что вы должны стоять секундомером. Просто нужно показать каждому свое уважение. Следующее. Убедитесь, что вы жестикулируете, моргаете, как обычно, что вы улыбаетесь, что вы делаете все, как будто вы в непринужденной обстановке. Потому что если вы будете глазеть на человека, не моргая, без выражения эмоций, в США это считается неприлично. Особенно, если это продолжается долго. Это похоже на взгляд зеваки. Также, как только разговор начнется, 50% времени, я считаю, этого достаточно, вам нужно смотреть в глаза человека, чтобы показывать вашу заинтересованность, чтобы показать, что вам можно доверять, что вы внимательно слушаете. И в остальные 50%, ничего страшного, если вы посмотрите сквозь, задумаетесь, решите что-то отметить или записать. В наше время вы можете достать свой телефон и сказать, что не можете ответить на звонок, или «О, это важно! Вы не против, если я сделаю заметку?» Я считаю это комплиментом, когда вы что-то говорите, а человек считает это интересным и делает пометки или даже поставит напоминание. В основном, избегайте сверлящего взгляда. Вам нужно показать собеседнику взглядом свой интерес. Нужно показать свое настоящее доверие. Если вы в магазине, зрительный контакт, как возможно, знаете, ладно. Если вы не в магазине, со старыми привычками тяжело расстаться, но вы можете заметить, что вы показываете собеседнику больше интерес, когда чуть-чуть увеличиваете длительность зрительного контакта. Тема видео очень специфическая. Я действительно хотел бы услышать вас, друзья, ведь вы находитесь по всему миру. Я знаю, что опустил много правил относительно специфики культуры. Я бы хотел услышать от вас. Так, если вы в Индии, Китае, Японии, Бразилии, Новой Зеландии, Англии, напишите в комментариях. Я хотел бы прочитать, как зрительный контакт работает в других странах. В конце концов, чувствуйте других людей. Обычно детям труднее смотреть в глаза. Когда я общаюсь с детьми, даже с подростками, я стараюсь объяснить важность зрительного контакта и как это использовать. Как и учу своего сына. Всегда объясняю, что нужно создать зрительный контакт с людьми, что это очень важно. Если вы мужчина, знайте, что часто девушки не будут создавать зрительный контакт, потому что она замужем, или вы ей не понравились, может она очень скромная, или она не может оторваться, потому что делает какой-то важный шаг. В заключении, обращайте внимание на культуру, что в наше время очень актуально. Отлично. Это был Антонио Сентене и Real Men Real Style. Хочу увидеть ваши комментарии. Пока-пока.